Начать мне это хочется с социологии. Социология очень интересная. Мы знаем, что согласно свежему запросу Центра Разумкова, рейтинг партии «Слуга народа» упал с 45% до 36%. Вроде бы нет ничего такого, знаете, катастрофического, но рейтинг падает. И это еще не было. Закон о земле, закон о языке, еще не было медийных драконовских законов, еще не было закрытия больниц и многого-многого другого. Закрытие школ с 1 сентября сельских, которые обещают. Поэтому будем смотреть, как будет дальше. И, конечно же, я хочу обратить ваше внимание на двух человек из той части исследования, где говорится о личности. Там есть политики, которые вы хорошо знаете. Там, я не знаю, Зеленский, конечно, Медведчук, Бойко, Юлия Тимошенко. Но появилось два новых человека. И это очень симптоматично. Появился Дмитрий Разумков с довольно высоким рейтингом. Как мне кажется, 43%. И появился Олег Сенцов. Олег Сенцов – это отдельная тема. Это как бы герой Украины, человек, который сидел в тюрьме за свои убеждения, сидел в российской тюрьме. Но после освобождения все его передвижения, все его там, ну не все, но большинство его мероприятий, связано, как ни странно, с фондом Пенчука. Вдовольство, например, приезжало с фондом Пенчука. Много мероприятий в Киеве проводил под эгидой этого фонда. И невольно просыпается вопрос. А Сенцов будет таким новым Вакарчуком? Это будет новая политическая сила? Вот что интересно. Ну и, конечно, вопрос открыт. Я ничего не утверждаю. Но вопрос есть, он висит в воздухе. И знаете, как там пишут в пошлых статьях, время покажут. Но мы, по крайней мере, наблюдаем за этой ситуацией очень пристально. И советую вам наблюдать за этой ситуацией, если кто-то из вас интересуется политикой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.